Софья, привет, так, нас хорошо слышно? Да, я не слышала, меня тоже надеете хорошо слышно? Комфортно, нормально, ребенок, иди ко всем, хорошо. Так, ну тогда мы можем начинать. Хорошо, я так понимаю, что я должна сначала немного рассказать в целом о том, чем феминисты занимаются и зачем им все это нужно. Но в целом это, я не являюсь специалистой по истории феминизма, поэтому, возможно, вы что-то уже знаете, и наоборот я что-то буду говорить достаточно сложное, но тем не менее. В целом феминизм как общественное политическое движение, это скорее относится к началу 60-х годов, 60-70-х годов. Но это не значит, что такие идеи не высказывались раньше. Просто борьба была направлена не совсем в то условие, которое она направлена сейчас. Можно вспомнить фитражистов, которые боролись за правым голосом. Можно вспомнить женщин из 17-го, из 16-го века, которые высказывались против внесенного положения женщин. Но именно формат более массовый, это приобрело примерно во время борьбы за права пеньшил, с чернокожим, то есть она в США в 1660-е годы. И женщины в этот момент поняли, что, в общем, борются они за других людей, а сами они тоже находятся в не темном, по факту, положении. И это привело к образованию феминизма, такого, который мы видим перед собой сейчас. Именно тогда были исследованы и стали интересны идеи вроде борьбы за репрективные права, борьба против домашнего насилия и так далее. Но облачем моей экспертизы является фемийской литературной политикой. Она развивалась параллельно политическому движению и в тесной с ним связи. Дело в том, что тогда же, когда женщины начали замечать, что сами находятся не в лучшем и явлением одноправном положении, тогда же их внимание привлекает тот факт, что, ну, в основном, конечно, это были женщины, как они начали стать литературой, что, в общем, они отличаются, думаю, мужскую литературу, написанную мужчинами или же и женскими персонажами, которые очень плохо соотносятся с реальными женщинами. И это побудило их к тому, чтобы начать какие-то собственные исследования. Но, как всегда, это бывает. Не одним первым пришла в голову такая идея. В целом, родоначальницами фемийской литературной политики является Джинни Луф. И ее эссе «Своя комната», в котором она достаточно много пишет, как раз внимается в вопросах, которые будут в дальнейшем актуальны. То есть, что такое женская авторство, чем она отличается от мужского, как выглядит героиня в мужских текстах, насколько это оправданно или нет, насколько на женщину автора влияет окружение, как ее воспринимают, насколько ей доступны читательницы, и как тяжело бывает пробиться в мире, который тебя не принимает всю звезду. И в книге Симона Добуа «Второй пол» целая глава отведена под рассуждение того, какой природы женские персонажи в мужских текстах, и почему они именно таковы. В целом, книга Симона Добуа – это скорее философский трактат, поэтому она видит причины этого достаточно глубоко. Но, тем не менее, и оба подхода так или иначе заняли свое место в дальнейшей философской терапезно-тритике. Но, скажем так, Вирджини Гульф отсылает гораздо больше, чем Симона Добуа. Я так подозреваю, потому что Вирджини Гульф просто более доступна широкому полу читательности, потому что большой философский трактат – это все-таки достаточно сложное почитание. Ну и в целом, эти два подхода, какие бывают героини и как будет женщине автору, это и есть два основных подхода, которые развивались в течение второй роли. Одних больше интересовало, как женщины выглядят в художественной литературе. И здесь можно назвать основополагающую книгу Кейт Миллетт «Самсуального политика» и книгу Мэри Элман «Думана женщина». В общем, обе исследовательницы в первую очередь выделяют определенную предвзятость мужчин авторов. Потому что женщины в их произведениях обычно изображаются достаточно однобокой и с какой-нибудь очень конкретной идеологической позицией. при этом они как бы не желают это замечать и критика в адрес нереалистичности или тузиатного изображения женщин долгое время не воспринимала серьезно, но в обоих случаях Кейт Миллетт и Мари Элман подкрепляли свою идею в общем идеологическими посылками, идеологическими аргументами. Мари Элман основоположен в теории патриархата. Именно она ввела в обиход понятие, что внетение женщин это первичное внетение. Мари Элман больше интересовала именно образность есть ли разнообразие что ли образ женщины в литературе или они довольно-таки однодорожны. Ну и в итоге пришли к выводу, что мужчины в общем реализуют какие-то свои мнения относительно женских персонажей с то временем как мужские персонажи обычно достаточно разнообразны. вторым подходом был собственный интерес женщинам автора это рекомендовать исторические исследования например Энджи Уолтера собственной литературы которая занималась исследованием традиций женщин авторов в Британии с начала XII века после XII века она же потом предложила теорию генетрики дело в том что женщин автор достаточно долго и часто исключали из истории литературы как по колонии то есть тот же Франкенштейн решили долгое время был находился вне изучаемом к нему относились не себя и не так давно стал брачником жанра основоположенным какого-то нового жанра и собственно интересовало всех требовательниц в первую очередь отличается ли женщина автор от мужчин и во-вторых что собственно есть ли женская традиция авторства потому что действительно когда изучали XVI и XIV было такое ощущение что женщины вообще ничего не писали и официально очень мало редко и не стоит с ним серьезно относиться и Шоултер указало что женская десертужная традиция есть и характеризуется и она есть преемственность то есть женщины творят как одиночки посредине пустыни внезапные таланты которые возникают и исчезают никуда не оставляя после себя ничего а это именно традиция которая основывается на женской социальной общности и собственно она предложила теорию генопитер в которой предлагала изучать обстоятельства жизни женщин авторов и то как эти обстоятельства жизни влияли на их терапию другие исследовательницы такие как Сандра Гилберт и Сюзан Губар предлагали другое постфол более психологическое по их мнению женщине автору было сложнее всего идентифицировать себя как автора потому что женщина долгое время предписывалась не писать она была объектом для литеракуры то есть человек изображаемым а не изображающим она не могла не имела права быть креатером тем кто что то делал в целом это можно возвести к обыгрывным словам авторства и авторитет авторство очень близко по понятию слова авторитет автор это тот кто имеет авторитет тот кто имеет право что то создавать имеет право что то изложить женщины не обладают авторитетом поэтому не могли быть автором во всяком случае даже если они относились либо откровенно агрессивно и в связи с исследованием женского авторства уже во Франции примерно зародилась идея поиска женского языка если мы выяснили что мужчины и женщины праздновать представленные в детерапинном поле то чем же отличается женский язык от мужского в целом сейчас Елена Сюксу и Узарь Гаре те кто были основными предстоительницами их часто обменяют в эссенциализм но в целом это скорее опять же философский подход к тому что если философски сущность мужчины и женщины отличаются если брать генеральную позицию то мужчина это плюс а женщина говорит а женщина молчит как можно творить из состояния молчания и они создали теорию о женском языке который противостоял мужскому он был нелогичен он исходил из творческого начала а не из волоса он был более метафоричен по их мнению и в общем они обе писали скорее вот в этом предполагаемом стиле женского языка который сложно назвать определить повесить ярлык то есть это эссе это философия это художественный элемент зачем это сложно сказать и все это закончилось как повторяю волна феминизма с книгой Джудит Баффер «Проблемы гендера» феминизма снижением генетичности после этой книги родилась теория гендера феминизма его предположения о том что гендер перформативен и соответственно социален а не предписан биологически но это уже какой-нибудь институт рак это начало уже третьего в которой мы все до сих пор находимся и опыт третьего волны мне тоже довольно интересен но на мой взгляд вторая волна и феминизм и церковная критика это яркий образец лога и литература вместе сделали что-то очень интересное и обратили внимание на то на женскую традицию на женское авторство на то что вообще-то женских книг ну женщин авторов много они написали много интересных книг которые были выкинуты за пределы исторического процесса просто потому что они были написаны женщинами и исследование и женских образов и женского авторства дало довольно-таки интересный чисто научный результат если не касаться эпилогического кожи женщины стали видимыми и на мой взгляд это одно из самых главных достижений и финизм для человека физики и финизм на второй логике если есть вопросы я готова на них ответить давайте скажем спасибо спасибо за такую хорошую подробную лекцию пожалуйста ваши вопросы может быть я ничего не слышу если просто потому что наверное их не передавать соня мы тебя сердечно благодарим за твою замечательную отличную лекцию сейчас мы спросим может быть кто-то хочет задать вопрос так здесь я я думаю меня Софья не услышит и не дадите да просто мне интересно мнение Софьи тем не того все-таки однообразный как разнообразные женские образы ой что здесь есть книга по авторству по мнению именно Софьи так Соня такой вопрос по твоему мнению слышно? да по твоему мнению вот эти книги которые были написаны мужчинами и те образы которые они представляли женские образы они были как хорошо да достаточно или разнообразными они были ну да в том-то и дело что после исследования оказалось ну во-первых никто не обращал внимания на женского потому что женщины были скорее вспомогательные персонажи очень легко выступали и исследования показали что чаще всего женские персонажи можно было свести какой-то функции у разных писателей это функция могла различаться может например выделял функцию святой женщина которая настолько возвышенная и прекрасная и настолько жертвенная что ей можно только восхищаться но также она например предложила как там исследовала роль женщины в качестве общей матери заботливой составляющей собой тоже самопожертвование но скорее не духовное а физическое которая всегда примет обогреве и так далее женщины сексуальные объекты и все это в принципе могло сочетаться в творчестве одного автора но главное было в том что женщина создавалась объектно а не субъектно она не могла быть разной одна женщина одна роль одиннадцатилетия все вместе нет совмещать было невозможно так что да скорее разнообразие это скорее ценообразие предрассудков чем разнообразие психологического описания или приключенческого любого такого спасибо но вот у нас есть дамы которые нет такой вот вопрос а вот вот это исследование которое было построено вот на каком материале естественно как я понимаю что это заповедное исследование если это не заповедлива литература да какого периода в каких стран они исследовали на основании чего были сделаны такие выводы Вы можете спросить. Вопрос свой такой на основании чего были сделаны вот такие выводы о ну какая источниковая база Вопросы кандидатов в науку в большинстве технологических технологий. Я, собственно, закончила аспирамбурму пока недавно и, собственно, даже пока еще почти не записала, но еще пока пишу. Диссертацию на материале феминизма второй волны в 1960-1980-х годах в США. Но тут не обойтись без французского феминизма, потому что он тоже не вялом, собственно, американском. Так что да, поэтому основные мои источники – это вот американские исследовательные индексы. Патти Хридом, Кейт Миллетт, Мэри Элман, Шо Уолтер, Сандре Вильберт и Сузан Грюбарт, Элен Си Цу, Юсли Герем, пожалуй, даже мои основные источники базовые. Но не только они, конечно. Ага. Вопрос такой – а что изучали вот эти исследовательницы? Они на чем основывались? Почему образ не разнообразен? Вот если да, в салон, где можно все это заботиться. Почему образ не разнообразен по их мнению? Что вы спросите? Какую литературу они изучили, что они пришли на компьютер? Ну, с точки зрения Симона Данимуая, например, отсутствие разнообразия было предрактовано именно предрассудками насчет того, что женщина, в отличие от мужчины, она имманентна. Она не может выйти в принцедентность, преодолеть свою физическую природу. И раз она на ней это не способна, то ей предписано, что она – жертва, запрещенная своего тела и своей природной функцией. И раз так, то она может выполнять только предначерты над судьбой природой и богом. Вот. С точки зрения Шоу Ротон тоже, она тоже видела проблема в том, что женщины были представлены как очень ограниченная функциональность, что они должны были заниматься определенными вещами, и эти вещи их определяют. Также в этой книге «Загадки женственности» Нана в основном писала не о литературе, а скорее о пилицистике, но очень близкая литературная китика в США не делает разницы между высокой литературой и китикой каких-то других представленников. Так что она, например, отмечала, что конструкт «жественности» был сформирован на основе того, что, во-первых, после Второй мировой войны мужчины вернулись и очень хотели забрать места, которые никак не принадлежали по праву, и женщины, которые только были самостоятельными, должны были молча уйти и предоставить мужчинам рабочие места. В итоге сформировался образцовая американская домохозяйка, которая должна была быть с одной стороны образованной, девочки заканчивали колледж, после этого немедленно выходили в залуж и должны были заниматься хозяйственными детьми. Это привело к тому, что женщины, их образ в литературе тоже были сформированы, потому что не были правильные женщины, которые заканчивали свадьбу и детьми, а были неправильные, которых судьба потом наказывала за самостоятельность, за открытную творческую любовь, или просто к ним относились абсолютно к любительски, то есть использовали и клювили, потому что так им надо, они же неправильные, хорошие женщины. Но все это вывелось потом, как нам известно, по сексуальной революции, в которой, опять же, женщина ничего не понесла, но в смысле, просто к ним стали относиться немножко по-другому, но в стереотеку все равно сохранили свою силу. Они делали опыт основной на основе социальных стереотипов и, я бы сказала, в философских обществах. Почему? Простите. Еще один вопрос по средней. Да. Вот такой вот вопрос. Автор лекции считает, если мы пронизируем русскую литературу, например, 19-го века или даже русскую литературу 20-го века, по ее мнению, можно ли считать женский опыт 15-20-го века? А если… Стой, вопрос такой. Если обратимся к русской литературе, 19-го века, например, можем ли вы утверждать, что образ 15-20-ый, образы женские, также однотипны? По-моему… Ну… Скажем так… Я говорю сейчас скорее не как работник на луке, а работница на луке и ученая, потому что, в общем, русистика не совсем. Мало из интересов. На мой взгляд… Ну… На джилеру Тургеневу – да. Абсолютно одинаковые женские образы. Хотя Тургеневская важность не совсем то, что у нас введено в любовь. На мой взгляд, довольно сильные женщины, которые за собой тянут слабых мужчин. И в итоге эта любовь как бы разбивается в эту слабость. И… ну… Ничего с этим нельзя ввозить. У другой женщины плюс-минус, да, выполняют такую же функцию. Востоевского, скорее, вот, ближе к пониманию чего другого. Да, есть разные женщины, но они все как бы не совсем от мира сего. Они выполняют какую-то миссию, роль. А что они при этом сами по себе, мы не знаем. У нас нет… ну, мы практически не заглядываем. У Кушкина… Да, скорее, они вспомогательные персонажи. Их очень нужно вспомнить. Серега на веке стала чуть-чуть поинтереснее. Но потом, в общем, пришел Советский Союз тоже со своими четкими определениями, кому что и как то уже не делалось, в том, что это нужно для женщин. Можно сделать попрошу? Да. Да. Кстати, спасибо. Да, конечно. Привет. 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 Я хочу знать такую книжку Геннадь Корчаников. Там была в том числе глава, посвященная облезаживающей литературе, приводилась цитат в форме литературе, я сейчас не вспомню, но мне очень понравилось, как он точно выразился о том, что в русской литературе заполнена любовь. То есть, если взять вот эти великие русские романы, вроде как Теснодарского, Констого, Генненева, или мы решили нам путешествие иногда, и, если взять вот эти литературе, то, на самом деле, там очень много интересных и сложных героев, у которых не административный характер, но это было достаточно хорошо прописано, даже если было так или иначе, но вся их роль в сюжете разводится в любовный. То есть, там нет вообще ни одной краины, в которой не было романтического, не интересного. Будь она какая-нибудь бабочная, или эмоционерка, или она поднимает силену, она все равно обязательно кого-нибудь полюбит. И это, мне кажется, и поднимает обязательно мужчин. Да. Хотя вот в меточке не звалывает, там можно вот с каких-то словах. Да, есть такое в какую-нибудь согласие, да, это тоже. То есть, мы, скажем так, у меня на втором уровне было такое претензии, что ли, вот этой любовной линии, возможно, потому что, действительно, уже такая ситуация называется, да? Паес, в общем, было от того, в каком обществе ты выросла, и, в общем-то, то, что все эмоционерки приводились к слайде, да, скорее было принято. То есть, с чем вы это говорите, все и так все знают. Вот. Любовь – это обязательная группа женщины, и такой разряда common knowledge, который практически не обсуждался. Это, скорее, более, на мой взгляд, субдиментный взгляд на эту проблему. Тем не менее, то есть тот факт, что женщины, что мужчины, в основном, как любовный объект, он, да, не проговаривался, но, в общем, дальше, потому что это опять же не понятно, что-то в этом лучше. Ну, да, я с тобой полностью согласна. Да, женщины, в общем, определяясь через мужчины, и женщина через мужчины, конечно же, неполноценна, и обычно заслуживает... Ну, с необычным старшином какой-то случайность, и я старшинная шелудный командный проект. Ну, можно точно? Как бы, не знаю, сотни еще. Позражение просто. Вопросы. Так, как мы... А сейчас я посвечала еще... Да, ну, что, сейчас я посвечу. Так. Посмотрите, Света. У меня, собственно, ну, немножко возражение и вопрос возникает. Я просто пока слушала лекции, и об этом задумалась, и мне сразу представились несколько женских образов. Причем я, ну, задумалась о том, что в разных периодах литературы тоже эти образы эти могли быть по-разному освещены, и они могут быть разной степени многограммности. И я поняла, что в принципе даже в античности можно вспомнить женские образы, которые не похожи одна на другой. Но, вот эта фраза меня зацепила, о том, что в русской литературе женщина скована в любовь. То есть в этом, ну, мне кажется, что-то есть. Но, вот тут у меня возникает вопрос. А то, что женщина скована в любовь, ну, назовем это так, да, глазами мужчин, это точно вопрос именно угнетения женщины? Или это может быть просто субъективный мужской взгляд? Потому что мужчина же, он тоже не может понимать все тонкости женской природы, так же как, ну, как я вспоминаю фильм «Девственница-самоубийца», где девочка говорит психологу. Она спрашивает, зачем ты пыталась совершить суицид? Она говорит, ну, не пытайтесь у меня понять, он никогда не был 13-летней девочкой. В принципе, мужчина, он тоже никогда не был женщиной. Соответственно, он тоже не может, ну, вот, полностью, объективно воспринимать женский образ. Собственно, можно ли вообще писатели тогда обвинять в том, что они не… ну, в том, что они субъективны, в том, что они выражают свою позицию и свои взгляды в своих произведениях? То есть, всегда ли это именно угнетение женщин? Или, может быть, это просто, ну, мужское видение такого? Необязательно направленное на поддержание идеи патриархата? Ну, тут, как бы, сразу… Ответить можно с нескольких позиций, да, как правило, то есть, минус, следственно, не отсветить. Значит, что касается разноклассной мерзкой полу. Я, в общем, действительно не считаю, что всё было всегда очень плоским. Скорее, оно, действительно, всегда было каким-то стереотипом. То есть, женщина должна не подставить мужа, должна быть святой, должна быть матерьей, должна быть верной дочерью. Да, например, вот в той же античной литературе очень много внимания уделялось, условно говоря, детско-радистским отношениям, что должны… насколько дети должны летать. Ну, извините, пожалуйста, кольбью, но с другой стороны, мужчина ведь тоже тогда мужчина воин, мужчина же не обязан быть воином. А в античной литературе вот всё, он воин, и, как бы, если ты не хочешь воевать, то боги тебя накажут. То есть, общие взгляды, они, как бы, и на мужчинах так живут, и выражаются некая категоричность, которая была присуща кольке. Патриархат… Да, собственно, да, дальше, если говорить идеологически, то здесь, что называется, «ищите кому выгодно». Патриархат, безусловно, и мужчин воспитывает, проецирует на них довольно специфические взгляды, но при этом подразумевает, что у них есть условно говоря, девочки, которым еще хуже. По разным причинам. Девочки, а девочкам хуже, потому что им, в отличие от… от них меньше прав или вообще гражданства. В средневековье с этим было чуть лучше, 18-19 век с этим было чуть похуже, ну, похуже в смысле совсем плохо. Но, тем не менее, так или иначе, всегда оказывалось, что женщины стоят ниже мужчин, даже в том случае, если мужчина стоит невысоко. Да, то есть, например, не знаю, в том же, там, христианство 19 века в России. Да, мужчин призывали в армию и так далее, но при этом на женщин, например, не выделялась земля. То есть, вот, не знаю, в семье две девочки и все. Кормишь, как хочешь, с одной мужской души. Потому что девочкам земля не положено. Что, в общем, да, приводило, в том числе, к избавлению от девочек напрямую. Потому что, если не мальчик, то что мы будем есть? В прямом смысле. Так что, несмотря на то, что и всем достается, но здесь вопрос там, кому больше. Ну, безусловно, бенефициарии этого стоят сильно выше. И женщины могут стоять рядом с ними, но они всегда будут на ступень, на две, на больше, ниже, чем мужчины, условно говоря, в том же социальном положении. И всегда будут меньше защищены, в том числе, с точки зрения закона. То есть, если мужчина любит женщину, по той или иной причине, это можно наблюдать сейчас, его будут ноги оправдывать. Если мужчина любит женщину, то женщины попал при деревне жестокий, они страшные, не вылетают. И женщины за самооборону получают большие сроки, чем мужчины за предыдущенное убийство. Тем не менее, женщины осуждают на смертную казнь. Понятно. У нас и мужчины. У нас как-то не двигало, не смертная казнь. На высшие меры пресечения максимальный пожизненный срок женщины осуждались. Я поняла, в принципе, ваш ответ. Я отвлекаюсь на предстояние темы. Я поняла. Я хотела ответить еще на субъективность. Безусловно, литература, в принципе, она конструирована в художественный мир. Художественный мир по определению не объективен. Можно спорить на то, насколько объективен реальный мир. У разных философов будет разных полетия. Литература, безусловно, субъективна. Вопрос в том, что, не знаю, тот же самый Трудельев никогда не был медиком. Но базаров не выведет. То есть, многие мужчины не были на войне, но, тем не менее, писали про войну. Можно назвать это множество примеров, кем не были писатели, а к кому-нибудь писали. Но женщины почему-то все время сводились к чему-то очень узкому и специфичному для женщины в то время как мужчины могли быть кем угодно. В какой-то степени, потому что женщины не занимали, в принципе, какой-то... Действительно, вроде бы не с кем писать, но самое любопытное, что даже фантастики, социальные позиции женщин все равно становились примерно такими же. То есть, если пишут утопию, то внезапно оказывается, что... что женщины там примерно в том же положении, что и сейчас. И тогда хуже. Но вообразить, что что-то, тот же муриархат, как утопию, почему-то невозможно. То есть, человек отпускает себя на волю, воображает что угодно, но почему-то не воображает другого социального положения, других вариантов развития общества, кроме как того, как оно строено сейчас. Так что здесь субъективность с субъективностью, но когда доходит почему-то до женщин, выясняется, что субъективность как-то... ну, совсем субъективна. То есть, можно вообразить многое одно самостоятельным женщинам или занимающимся чем-то нехарактерным. Ну, сейчас, как бы, против и пытаются, но тоже предпятий немало, и, на мой взгляд, не зря. Тем не менее, выясняется, что, в общем, тут воображение внезапно оказывает, субъективность становится на верху. Ну, тут тут нельзя. Можно вопросить себе, я не знаю, заселенный Марс, а женщина, занимающаяся чем-то еще уже, чем, кроме, там, любовь, материнство, но сейчас еще, может быть, каким-то леди-боссом, которая обязательно нагрется, вращаясь в целом, в детстве, субъективности, то почему-то... Вот тут воображение отказывает. Это очень, на мой взгляд, потому, что есть приказательство, того, что делаем субъективностью. Таким не только мне, а в том, что это настолько пропитано, все это настолько пропитано вот этим социальным предрассудком, что даже в ней, получается, от этого не избавиться, и, с другой стороны, ярче высвечиваются эти самые предрассудки. Да, то есть можно поменять все, и здесь почему-то субъективными условиями. Хорошо, спасибо. Спасибо. Я более не полно ответила. Да, да, спасибо большое. Все, какие-нибудь вопросы были? Вот тут я боюсь с мамой зайти. А... Ну, да, чтобы... Добрый вечер. Нет. Вот у вас по поводу того же Кружкина, то есть сказали, что всегда на блоке образа, по-моему, а если та же башня Кристианка, или, ну, не знаю, та же Татьяна из Евгения Негина, то есть, ну, вообще-то там, скажем так, как она открывается, по ходу, все книжки, и даже, скажем так, геридикатурной политикой признавали, что ты думаешь, что, наверное, вложен структур за какой-то другой, то есть, ну, то, что вы сказали, что это степенные персонажи, которые, ну, скажем так, порой, ну, не особо-таки влияют, то есть, умеешь с этим согласно. Я думаю, может, что это другое? Ну, скорее, я не говорила, что они однообразные, скорее, что они выполняют какую-то родную функцию. В том числе, что женщины связаны к функциональности. Возможно, я не слишком четко это рисовала. Если брать повести Белкина, я не очень не рисовала в свое время, как возить симуляторы. Так что, в целом, это стилизация. Там два разных жанра. Поэтому они такие разнообразные и интересные, да, это такая классная литературная игра. И в случае с парочной Кристианкой или Татьяной, я не думаю, что это, как минимум, интересные и парадоксально другие для, скажем так, второго плана литературы, да, литературного второго ряда, как обычно называют. Но при этом они все равно, то есть, например, как проекция Татьяны, тем, кто становится светской галой. Ну, она еще даже плана, которая была плана, то есть, как бы она делает такой рост над собой, то есть, скажем так, она уже не унижается перед ним, а способна, скажем так, ну, дать горький отказ. По-моему, она меняется по проекциям достаточно. Да, как персонаж, она в том числе развивается, но на ее фоне оменик развивается как минимум больше. Да, он, да, он от, он сказал, «Света, он становится душным человеком, он ехал путешествовать во многое, как я смыслил, и он вернулся в тот же свет». И тут уже свет оказался, вот, не здесь, а сам, как я не исследователь, он сказал, «Сверху, как выходит». Я хочу читать телекцию, правильно? То есть, мы доверяем вашим словам, поэтому интересны ваши мнения по этому поводу. Ну, просто, а мнения без Татьяны очень интересны читать. Нет, нет, нет. Ну, да, то есть, у него будет истекленная персонажа. То есть, у него будет истекленная книга Татьяна. Она, да, пожалуй, и родители Басни, потому что у меня настройка есть Татьяна и Татьяна, но в остальном все же слишком тяжело. И, да, если мы делаем политические шеи, проще, но я считаю, что большая активность меняется, но, да, пожалуй, это чуть менее, я сейчас после тех, я не знаю, лица, не могу сидеть как можно глубоко. Но, да, наверное, мы можем очень это исключение. В принципе, лискатура далеко не так однообразна, безусловно. Но, при лене, это исключение не меняет в общей картине. Да, я имею очень большие поменьки, но даже не ничего страшного. Кто-то еще хотелось сделать? Спасибо большое. Еще есть вопрос? где может потом будет родителям? Ну, я хочу говорить по другим направлениям. Во-первых, то Россия, она действительно очень сильно развивается как персонаж, но в течение всего своего развития она остается внутри патриархатной парадемии. то есть в течение всего романа в романах страх она думает о земле. То есть она сначала живет в этом дискуссии сентиментаристских романов, потом, естественно, влюбляется в Омегина, потом она приходит замуж, продолжает быть Омегина, это просто то, о чем я говорила, что она не может ну, она не выявляет себя никак, кроме своих любовных чувств. То есть мы не знаем там ну ее отношения относят нам экономики или ничего таком. То есть вот поэтому ну это очень хорошо прописывал голос, но все умеют и реализуют, что внешне функция так кажется ну да все равно да во втором кто что говорит что он интересовался экономикой и роман не экономикой то не разбирался но ничем не разбирался но не в чем не разбирался потому что я не могла поехать в путешествие если что она была женщина то в общем второе это то что было субъективность и то что по мужчине там например это что что такое мне кажется что в принципе можно говорить даже мимо о каких-то социальных ролях или определенных поступках о методах конструирования субъектности то есть методах конструирования субъектности то есть у нас есть вот там допустим весом гораздо деканта и раньше это разделение на дуализм на мысли и чувства что мужчина это свет и разум а женщина это природное естественно поскольку у мужчин было больше экономических и социальных прав именно они конструировали методы мышления и именно они создавали какие-то какие-то паттерны процессы с ритмацией вот поэтому тут скорее мне кажется речь о том что только мужчины могли как бы в полной мере мыслить себя как признающего женщину она была признаваемым объектом и мне кажется это скорее экстремологические посылки с с тобой даже согласилась она не считала да это потому что там мужчины не могут понять ну в принципе что нет смысла понимать они не видят смысла уходить с позиции этого позволяющего сына яхта и как-то расшатывать эти артологии если в современном обществе женщина может быть встать у них нет интереса их расшатать с одной стороны а с другой стороны довольно интересен тот факт что у них нет желания есть желание расшатать много что у нас мужчины участвуют в политических оппозиционных движениях другие движения скорее были общественные то есть они могут хотеть свергнуть там сначала советскую власть диссиденты потом наоборот расправить патализм это современные социалисты коммунисты но как только дело доходит до женщин почему никакого желания понять что не так и действительно что-то не так нет и все они оказываются совершенно традиционными и объединяются в отношении женщин со всеми своими социальными политическими и любыми другими противниками так что с одной стороны интересы с другой стороны желания в целом большинство из них собственно и в этих и зачем об этом думать когда так все хорошо поэтому интересные исследования в области литературы потому что там это видно с небольшой яркостью когда человек может но не делает это довольно любопытно а что он делает когда может это тоже отдельное интересное здесь мне кажется что здесь очень большой потенциал спекулятивной философии и материализм объекта реабилитивной философии потому что они как раз таки разрушают определение на объект и объект одновременно то чтобы все объекты которые производятся и при этом производят то есть у Хамала есть такой термин Cartery of Fees то есть он очень часто вещает именно когда ты познаешь и обновленно являешься познаваемым то есть сейчас как мне кажется уже меняются эти технологические антигмы антигмы очень интересно да ну как везде есть нюсы меняются так что да согласно с тем что это меняется пока я не вижу что это меняется условно говоря в нашу пользу но с другой стороны отрезок пока не такой большой что делать глобальный но в целом я согласна что новым философским исследованием было в пользе гендерных исследований и физических исследований было очень интересно посмотреть если таковые есть но я не знаю к сожалению давай так спасибо дамы мне еще пожалуйста давайте спасибо добрый вечер мы добрый вечер подсказан от этого симонны друва дело в том что она в свое время конечно сделала очень много она поставила много наук вопросов относительно гендерных исследований и так далее но если мы почитаем ее произведение второй пол то мы сразу можем заметить что она написана все таки пристрастно и очень пристрастно да любое научное исследование оно должно поздравиться прежде всего на принципах объективности вот подходите ли вы произведение у симона друва с долей критики здоровой критики вот такой вопрос спасибо ну на мой взгляд симон друва сейчас проводит научные исследования и тоже философский трактат я бы так определила жанру на верность гораздо больше философии то есть в принципе определений дефиниций чем скажем ну к науке на мой взгляд это действительно имеет отношение поскольку мы считаем философу новую но пристрастность в смысле отстраивание на свою позицию для философ в общем одно из основных то то что они не занимаются они придумывают какую-то чего-либо и доказывают ее основываясь на логике дефинициях или практически еще вещах здесь опять же метод кандидатский минимум по философии есть в общем не флок но вряд ли флок так что насчет политики я могу сказать что в целом сочетание экзистенциального подхода и социалистского конечно порождает своеобразное отношение потому что с одной стороны социальные конструкции с другой стороны наоборот сосредоточены на человеке как на некотором уникальном существовании художественном так что ну нормальная в области литература это как раз в общем естественное что ли состояние когда такие вещи пресекаются и первые написатели психологи поставили вопрос о том насколько человек состоит из общества и насколько он состоит из себя что первичное что вторичное что нас определяет и вот как раз в области литературы на мой взгляд Симон написал что-то более чем заслуживающего внимания и если подтверждать критики то скорее я бы сказала какие-то другие части например тот в котором она все-таки находит одного главного писателя который писала женщина или когда она скорее уходит в какие-то любые области даже я бы сказала не философия а именно социальная на мой взгляд это социальная часть того сеть больше но это скорее умение чем позиция и то что касается литературы на мой взгляд она очень чудесдрава и я ее не притекую в этом отношении на мой взгляд это естественно для исследования литературы понимать что социальное и личное спутаются так что провести между границей с одной стороны сложно а с другой необходимо и то что она это заметила мне кажется это очень здорово то что она заметила это очень здорово но вопрос в том что если считать ее произведения чистыми литературными то да здесь в принципе не может все таки она мне кажется рассматривается произведением не исключительно как литература а как некую философскую парадигму да и здесь вот уже с определенной долей критики мне кажется не стоит подходить но так как мне интересует в основном ее позиция литературная то остальное просто не беру качество объекции уисе меня больше интересует что она думает о литературе и безусловно ее влияет ли философскую позицию вот в качестве ее насколько качественны ее философские исследования очень хотя я признаю что есть и недостатки такого другого просто все хорошо спасибо какие-то вопросы я всегда люблю о них говорить так может быть еще все 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 точно тогда что мне еще все да все 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 спасибо спасибо еще раз я думаю все довольны давайте я не смогу приехать со всеми поговорить лично надеюсь что еще удастся и я всем очень благодарна за внимание надеюсь что вам было интересно спасибо спасибо поправляйся мы будем тебя ждать всего доброго всем хорошим до свидания спасибо спасибо